Здравствуйте! Сегодня я хотел бы рассказать о сервомашинках, о их устройстве, о причинах выхода из строя и о создании многоканольного устройства, чтобы ими управлять. Любая сервомашинка состоит из редуктора, который у нас на самом верху, там энное количество шестеренок, двигателя, который в самом низу, сопротивление подстроечного сбоку, далее системы управления, либо драйвера, ну и также корпус, винты для того, чтобы скрутить все это вместе и качалки. Переменное сопротивление подсоединено напрямую к входному валу, что позволяет знать положение качалки сервомашинки. При разбалансе двух сигналов от переменного сопротивления и управляющего сигнала на двигателе возникает момент, который с помощью редуктора поворачивает качалку сервомашинки в нужное положение. Это можно наглядно посмотреть на данном видео. Чем больший момент преодолевает сервомашинка, тем сильнее отклоняется качалка. Тем больше разбаланс между управляющим сигналом и сигналом с переменного сопротивления, и тем больше момент обратный создает сервомашинка. Самые частые причины выхода из строя это выкрашивание зубьев шестеренок на редукторе. Происходит обычно из-за ударного воздействия. Так как момент инерции двигателя очень большой, то на шестеренках высшей ступени получается большой момент. Тем самым при ударе у нас получается выкрашивание зубьев. Бороться с этим можно с помощью демпфера. Допустим, ваша сервомашинка стоит на выпуске шасси. При ударе о землю получается как раз тот самый момент. Пиковое воздействие удара можно сократить с помощью простой пружины. Вторая, достаточно частая причина выхода из строя, это выход из строя подстроечного сопротивления. При поступлении сигнала большего, нежели чем поворот данного сопротивления, происходит его выламывание. Что достаточно часто я наблюдал на китайских дешевых сервомашинках класса микро. Следующая причина выхода из строя сервомашинки, это выход из строя двигателя. При долгом воздействии момента, допустим, заедания двигателя, в особо слабых сервомашинках начинают попросту перегреваться. Также возможен выход из строя управляющей схемы сервомашинки. Это может произойти, если на сервомашинку подать напряжение намного больше, нежели чем сервомашинка способна выдержать. Теперь я хотел бы перейти к способу управления сервомашинками. Сервомашинки управляются аналоговым сигналом в виде широтно-импульсной модуляции, или сокращенно ШИМ. Период сигнала составляет 20 мс, что равняется 50 Гц. Ширина импульса стандартного радиоуправления варьируется от 1 до 2 мс, но используется в основном значение от 1.1 до 1.9. Причем ширина импульса 1.1 это крайнее левое положение, а 1.9 это крайне правое положение. Среднее положение сервомашинки будет где-то 1.5 мс. Данный сигнал стандартизирован, его просто реализовать с помощью микроконтроллера со встроенным 8-битным таймером. Дальше я хотел бы рассказать о реализации многоканальной схемы управления сервомашинками. Данная схема при подключении к компьютеру определяется как съемный COM-порт. На данной принципиальной схеме показаны USB-разъем, преобразователь интерфейсов FT232, контроллер ITMega48 со встроенным 8-битным таймером, также гироскоп, но он не используется, и стандартные 4 разъема для сервомашинок. Итак, как же реализовать с помощью одного таймера 10 каналов управления сервомашинками? Сначала рассмотрим формирование простого шим-сигнала с помощью 8-битного таймера. Здесь показано два типа формирования, но нам нужен только Fast PWM, либо быстрый шим. Для формирования шим-сигнала в таймере требуются два регистра. Первый это TCNT, и второй OCR1A. Первый регистр постоянно заполняется, причем на каждый такт к нему прибавляется единица. Во второй регистр записано некое значение. При совпадении двух этих регистров, на одном из выводов контроллера устанавливается логическая единица. При переполнении первого регистра таймера, эта единица сбрасывается в ноль, что можно видеть на данном графике. Тем самым, изменяя значение в регистре сравнения OCR1, мы меняем ширину импульса сигнала. Но это дает только один или несколько выходных каналов, которое равно количеству регистров сравнения. Поэтому для управления большим количеством сервомашинок, используют другую систему вывода сигнала, которая позволяет сама форма сигнала. Так как в период 20 миллисекунд помещается 10 таких сигналов, то можно с помощью одного таймера вывести все 10 и каждый раз перенаправлять их на разные выводы, как показано на этом рисунке. Давайте рассмотрим более тщательно формирование импульса в данной схеме. Перед каждым последующим выводом сигнала в регистры забиваются свои значения. Сначала переконфигурируется, куда мы будем выводить сигнал, потом загружаем в регистр сравнения новое значение и подготавливаемся к следующему циклу. Чтобы управлять самим устройством, я использую UART. С протоколом, который содержит 3 байта. Первый из них это синхронизирующий байт, который всегда равен 255. Далее идет байт с номером сервомашинки, после чего идет байт с углом поворота. Теперь я хотел бы рассмотреть инициализацию контроллера с помощью компилятора CodeVision VR, в котором есть встроенный генератор кода CodeWizard. В нем мы и будем настраивать наш контроллер. Я использую CodeVision VR, потому что он позволяет получить быстрый код. Кто хочет более глубоко знать программирование и устройство контроллера, тому советую писать либо на ассемблере, либо под компилятором AVR Studio. Сейчас мы находимся в вкладке CodeVision под названием Chip, в которой мы указываем тип контроллера и его частоту. Данный контроллер работает от встроенного RC тактового генератора. На 8 МГц. Далее во вкладке Timers мы настраиваем первый таймер. Его тактовая частота должна быть равна 125 кГц, что дает при полном заполнении таймера 2 мс. А это крайнее положение сервомашинки. Также настраиваем прерывание по переполнению таймера и прерывание по сравнению с регистром A. Далее настраиваем во вкладке USART передачу данных через USART. В данном случае здесь только включена возможность приема, то есть Receive, и стандартные настройки не меняются. Итак, CodeVision сгенерировал нам код, который я дополнил. Первая же функция нашей программы – это прерывание по переполнению таймера. В этой функции мы настраиваем регистр сравнения, который соответствует углу поворота сервомашинки. Настраиваем канал, выставляя на определенном выводе единицу, и запускаем таймер. Далее идет функция прерывания по сравнению с регистром A. В этом прерывании программа выставляет на том выводе, на котором была единица, 0, что и формирует шим-сигнал. Так мы возвращаемся к первой функции прерывания по переполнению счетчика. В этот раз мы будем задавать все те же параметры, но для другого вывода, то есть для другого канала. И это будет повторяться, пока не пройдут все 10 каналов. В моем случае настройка идет только на 2 канала, потому что у меня всего лишь 2 сервомашинки. Далее мы пропустим инициализацию контроллера, потому что эта инициализация была написана генератором кода. И перейдем к передаче данных по UART. Прием данных по UART находится в главном цикле программы. Через UART я считываю 3 байта. Первый должен быть синхронизирующий, второй, как я уже говорил, номер сервомашинки, и третий это угол поворота. Исходники и проект под CodeVision выложен в комментариях. Далее я хотел бы немного рассказать о программе, которая передает данные на сервомашинки с компьютера и служит для управления сервомашинками с помощью клавиатуры. Вновь реализовано управление двумя сервомашинками с помощью 4 кнопок вверх-вниз, налево-направо. И сброс данных об углах с помощью пробела и выход из программы с помощью клавиши Escape. Данная программа написана на компиляторе FreePascal. Чтобы передавать данные я использовал бесплатную библиотеку Synapse Synizer для передачи данных через UART. Для считывания данных с клавиатуры использовал библиотеку Windows. Исходники и скомпилированная программа будет лежать также в комментариях. Данная программа скомпилирована для подключения системы управления к первому компорту. Чтобы управлять большим количеством сервомашинок нужно просто немного дописать программный код обеих программ на контроллере и на компьютере. Сверху вы видите печатную плату готового устройства которое было представлено в самом начале. Итак, следующее видео покажет как работает вся схема в сборе. Здесь вы видите клавиатуру на которой лежит плата управления подключенная по USB две сервомашинки через видеокарту подключен осциллограф вот его можно видеть сверху сигнал шим виден очень четко сейчас можно видеть как изменяется шим сигнал относительно угла поворота сервомашинки если приглядеться он увеличивается и уменьшался здесь показан сброс с помощью пробела угла и выход с помощью клавиши Escape вот сейчас Итак, извиняюсь сразу за очень длинное видео надеюсь оно для вас было информативным вот это видео в общем плату я вам я вам о